Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Сейчас по-прежнему 21 июня, и раз уж я сегодня в теплице, я хочу снять еще один видеоролик-коротышку, как ответ на вопрос. Вот многие задают вопрос, как все-таки, насколько много обрезать листьев у томатов в теплице. Кто-то просит приблизить, показать, как я обрезаю. Да, в теплице действительно тесновато, очень сложно показать все подробности, но я хочу начинающим дать практический совет. Как узнать, что вы достаточно обрезаете листьев? Вот смотрите, вы зашли в теплицу. Сверху вы никогда не поймете, достаточно ли обрезано у вас листьев или нет. Мы сначала вспомним, для чего мы обрезаем листья. Конечно, для того, чтобы нижний ярус томатов проветривался, чтобы не было заболеваний. Я всегда себя проверяю так. Я сегодня пришла вот обрезать листья томатов. И когда после того, как я обрезала, я сейчас вот уже кучу вынесла, я вот так опускаюсь на землю, ну немножко, ну на коленке или как можете. И смотрю по низу. Если вся... Короче, должно быть так, золотое правило. Если вы по низу просматриваете свою теплицу, вы должны видеть весь грунт. Вот видите, у меня голые ножки, остальное все земля. Это все земля, земля. Грунт должен быть голым, без соприкосновения с листьями. Вот нашла я одно место. Вот смотрю, смотрю. Хоп! Видите? Лист опускается до самой земли. Пропустила. Должна быть ситуация вот такая. Стебелек голый, сверху томат. И также у всех, видите, у меня оголена стебель. Сверху нижняя... Ой, первая кисть. До первой кисти оголена. Если вторая кисть уже налилась, оголяйте дальше тоже. И вот у тех, видите, вот где пудовик. До пудовика, до первой кисти все оголено. Вот у тех все оголено. Короче, вот это практический совет от такого. А вот нашла еще одно место, где не... А вон там зелень вяжу. Я наклонилась, посмотрела. Потому что можно пропустить, можно упустить, отвлечься или что-то. Должна быть ситуация вот такая. Голые стебли, потом плодовая кисть. А выше уже сами там решаете. Или вы разреживаете, чтобы было совсем видно, некоторые много удаляют. Или вы оставляете немного листьев. Но вот нижний ярус до первых плодов должен быть весь удален. Это обязательное условие благоприятной атмосферы в теплице. Чтобы не было фитофтора. Если вы можете вот так глазом все посмотреть и вы видите, значит проход воздуху тоже будет свободен. Все будет проветриваться. Вот я сижу, вернее лежу, и вижу, что все у меня хорошо. Все вот эти вот проходы, мои нижний ярус, весь свободен. Свободен для солнца, для света, для ветра. Значит помидоры будут в этой теплице расти. Будет им хорошо, они будут расти прекрасно. Дадут мне хороший урожай. Все. С вами была Ольга Чернова. Это маленький практический совет. Ложиться, как я, не обязательно. А то я вот легла, вставать уже неохота. Можете просто присесть на корточки. До свидания.